Ну, Байден коммунист. Коммунист? Ну, коммунист, конечно, коммунист. Он гробит Америку, он полностью, он увеличивает сейчас внешнюю торговлю в ущерб в 21-м году с Китаем. Он финансирует коммунистический Китай. Он кто? Значит, он коммунист. Китайская цивилизация нам не товарищ. Она коммунистическая, в основе ее лежат бандитские образования, триады, средней дальности, с ядерными боеголовками. С ядерными прям? Ну, конечно. Вот если бы они были размещены в восточной части и северной части Украины, и время подлета до Москвы, до Санкт-Петербурга было бы 4 минуты, то тогда бы вся эта шушера кремлевская, конечно, бы она по-другому себя вела. Всем здравствуйте, вы на Плитака онлайн. Я Александр Шелес, Олег Соскин в нашей студии. Мое почтение. Мое тоже. Вы знаете, достаточно интересные разворачиваются события вокруг Украины и продолжают разворачиваться. Зеленский поговорил с Байденом. Сухая выкладка двух, скажем так, релизов свидетельствует нам о том, что нас поддержат финансово. Ждем выполнения или потепления в нормандской четверке. Вот Зеленский публикует фотографии о том, как он напряженно общался с Байденом. И напряжение и инсайды просочились после этого разговора достаточно тревожные. И от кого? От CNN. Журналист CNN говорит о том, что Байден, чуть ли не срываясь на крик, кричал на Зеленского о том, что на следующей неделе Киев может быть в осаде, государственность украинская потеряет смысл, нужно срочно что-то предпринимать, чтобы... Этого не случилось. Чтобы этого не случилось и чтобы в Минске решить ситуацию. А, то есть что-то предпринимать в рамках Минска. Да. И вы понимаете, в чем история? Сразу, моментально, украинский пресс-секретарь президента, Белый дом, реагируют, опровергают, но возникают, знаете, как там ложечки... Да, там где-то, да, что-то такое. Ложка дегтя куда-то занурилась. Вот, а ощущение осталось, ведь речь идет о CNN. Ну, конечно. Не о каком-то таблоиде. Как вы смотрите на эту ситуацию и как оцениваете результаты, вот те, которые мы видим, разговора Байдена и Зеленского? Уже после вот... Ну, во-первых, сам Байден проявил инициативу, чтобы пообщаться напрямую с Зеленским. Вообще, если в целом оценить ситуацию для Украины вот последнего, ну, месяца возьмем, да, в мире, то есть Украина теперь постоянно находится в центре внимания всех мировых медиа. Это хорошо, конечно, хорошо. Теперь даже те, кто не знал Украину, они знают уже, что есть такое государство. Второе очень важное. Украина единственная в мире открыто противостоит московскому андрофагу, Московии, который готовит всему миру Армагеддон. Ядерный пожар. Представляешь? То есть одна лишь маленькая, небольшая Украина во всем мире, не в НАТО, не в ЕС, которая сама отдала ядерное оружие, была третьей в мире по мощи ядерной державы, по ядерным ракетам, ну и носителям, соответственно, да, по мощи зарядов и по носителям. Вот это государство само разоружилось, поверило гарантам гребаным этим, Российской Федерации, Соединенным Штатам Америки, их лидерам, Великобритании, Франции, коммунистическому этому бандитскому Китаю. Понимаешь? Сама отдала все. В результате получила большую кукиш, ведет войну с одним из гарантов, который порвал все договора, которые были. Где он признавал целостность, есть же был украинский-российский договор, куда ж вы его дели, так? Были эти самые Беловежские угоды и так далее. Ребята, то есть это же просто нонсенс, если так брать, это абсурд какой-то. И вот эта страна, оказывается, она выдерживает вот эту страшную битву и бой. Ей никто не помогает, ее никто не поддерживает реально. Ну, Германия пять тысяч касок прислала. Вот это было бы, надо было бы это и аналитие, и этому вот Шольцу раздать этим своим министрам, замминистрам каски и членам парламента. В посольство, в посольство передачи. Да, понимаешь, эти каски? Это же просто, это, 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 это украинскую мову называется знущание. Просто знущание над украинской нацией, украинской державой. Это не е припустивым, и за це их керевники повинны відповідати. Так вот, получается, что теперь всем как бы понятно, что фактически единственная страна в мире, которая бросила открытый вызов агрессору, главному, да, бандиту всемирному, кагибистскому кодлу, это чекистскому, это оказалась только Украина в центре Европы. Больше никто. 7 лет ведет открытую войну, оккупировал агрессор 7% территории, Крымский полуостров захавал, все промолчали, и 30% Руганско-Донецкой области захавал, и 8% населения стали беженцами. Вот, что еще вам надо? Что вам еще надо? Западные вы, демократы, блин, наследники Чемберленов и Деладье, ты понимаешь, предатели, как уничтожили когда-то Чехословакию, Гитлеру отдали, Мюнхенский сговор был. Так вот, это то же самое. Только теперь Чемберлен, получается, Байден, а Деладье, это Шольц. Вот и все. Разницы же никакой нет. Поэтому это классно, что мы стоим. А они нас хотят, теперь уже понятно, что идет разводка. Да, конечно, агрессивные силы стоят в Москве возле границы. Да, оставили, я же говорил, надо было убрать этого потерянного Лукашенко, незаконного, ну это, он незаконно же власть держит Беларусь, он проиграл выборы, понимаешь? Но Польша не решилась, Украина мялась, Литва тоже. Надо было, когда была возможность, просто его придушить и все. Надо было поддержать национальные силы в Беларуси. Не поддержали, не поддержали. А как поддержать? Спокойно. Ввести войска? Да, конечно, как они в Казахстан вели. А в чем проблема? А в чем проблема? То же самое. Поэтому, как это самое, возьми Бирму, Мьянма, а Венесуэлу возьми. То есть это то же самое. Так там, значит, можно, а тут нельзя. Надо было войти и все. И где бы этот Лукашенко был бы вместе с Москвой? То есть, это же о чем говорит? На удар отвечайте ударом. Острие против острия. Не верь, не бойся, не проси такой закон ей на Руси. Кто что боится, с тем то и случится. Байден кричит, нападут, нападут. Может, нападут, а может и не нападут. Что стало понятно после этого разговора? Что вот эти конформисты, конвергенты, ревизионисты, Байден этот, ну Байден коммунист. Я говорил еще раз, у него одна задача, когда он сходит с трапа, чтобы его не сдул ветер. Больше он не про что вообще не думает, понимаете? Коммунист. Ну коммунист, конечно коммунист. А что же, разве там, он уничтожает национальные буржуазии, малую и среднюю. Он уничтожает капиталистические отношения. У них там внешний национальный долг, что-то там уже скоро 40 триллионов будет, представляешь? То есть он гробит Америку, он полностью, он увеличивает сейчас внешнюю торговлю в ущерб в 21 году с Китаем. У них вырос дефицит где-то до 400 миллиардов долларов у США с Китаем. Он финансирует коммунистический Китай. Он кто? Значит он коммунист. Все признаки коммуниста есть. Так вот этот коммунист, который ходить уже не может, он нам говорит, что давайте белорусскую эту... А ты их видел, эти соглашения? Их писал Путин. Ну так и бери с ним, выполняй. Отдай Путину Калифорнию. Или этот самый... Или он там поставит ракеты тебе. Вот и все. Лучше уж Аляску назад. Аляску назад пусть отдаст. Пусть отдаст Путину Аляску, пусть бляха подпишет с ним какие-нибудь соглашения. Где-нибудь там в Гаване. Вот будут голландские соглашения, как Байден Америка передает, возвращает Аляску Московии. И кайф будет. И Путин сразу успокоится, скажет спасибо. Аляски нам как раз и не хватало. Это даже лучше, чем этот разбомбленный кусок Луганско-Донецкого анклава. Понимаешь? Он сразу ему будет чем заниматься. Сечину, ему, там этому, Абрамовичу и так далее. Абрамович станет губернатором Аляски сразу, как был губернатором Чукотки. Понимаешь? То есть кайф будет. Это гениально, кстати. Надо им предложить. Этому Нуланд, этому Блинкину. Валяску отдайте, голландские соглашения подпишите. То есть ты что делаешь? В Минске нету минских соглашений. Есть Будапештский договор. Прямой иди. Буш подписал? Подписал. Этот, как там, Тони Блеер подписал, если не ошибаюсь. Подпись Ельцина стояла. Или кто там, 2000, когда это было, да? Ельцин, кажется, был. Ребята, так вот и все. Какая ратификация? Какие намерения? Франция поддержала? Поддержала. Китай присоединился? Присоединился. То есть фактически Байден говорит Зеленскому, а через него всем нам, гражданам Украины, ребята, не тратьте кумы силы, спускайтесь на дно, отдавайтесь московитам. Представляешь? Что он нам предлагает? То есть мы что, должны некрофагами стать? У них Москва это кладбище, Красная площадь. Ульянов Бланк, Антихрист лежит, убил десятки миллионов. Там Джугашвили рядом, Дзержинский, вся эта шантропа. Вся шантропа там лежит, красная, большевистская, коммунистическая. Так вот что, это станет нашей столицей, блин? А зачем мы пять революций делали, а? Чтобы Байден нам теперь такое предлагал? То есть Байден ведет себя как предатель. Они предатели, они ренегаты. Пошел нафиг. Тогда надо говорить, если они нападут, мы, ну я думаю так, нужен, как это в исторической песне есть, говорит, нынче буйных мало, вот и нету вожаков. Нужны буйные, буйные нужны. Понимаешь, время такое. Поэтому, вот, ну вот Ярыш в конце концов есть. Человек прошел большую биографию, все имеет. Хуже, лучше. Ну да, надо его назначать, замминистра обороны, и поручать ему формирование, кадровое наполнение, штурмовых батальонных групп, которые в случае агрессии со стороны Белоруссии и Москвы, перейдут на территорию и захватят города в Белоруссии и в Москве. Вот и все. Контрудар. Конечно, сразу. Сразу же будет видно. То есть они должны быть развернуты полностью. Универсальные группы, штурмовые, десантные, ну там все это известно, что там должно быть. И они должны отрабатывать, каждая группа, там 300 человек достаточно, чтобы взять под контроль районный центр. Что там его брать? И флаг поднимают украинский, тризуб, флаг и вперед. Никого не надо там, никаких сребниц делать, никого не убивать и так далее. Смотри, это вот очень важный, наверное, аспект. Потому что можно тысячу раз рассказывать о цене, которую заплатит Россия, если вдруг вторгнется. Об этом эти наши партнеры рассказывают, рассказывают, рассказывают. А другое дело, что они будут понимать, что это будет не просто какой-то там мифическая война, а может быть еще и контрудар. Не просто контрудар, а это должен быть встречный удар. Не контрудар, это встречный удар, который, когда наши группы заходят на их территорию. Подготовленные патриотические, националистические группы. Вот что надо делать. Следующее. Примите немедленно закон про владение автоматическим, чтобы люди могли покупать автоматическое и полуавтоматическое оружие. Не надо бояться. Не надо этого бояться. Понимаешь? То есть ничего страшного не произойдет. Территориальная оборона. Молодежь хочет записываться. Дайте возможность. Но надо, чтобы не главы обл. администрации, которых Ермак там назначал по этим самым, знаешь, кто чего, лижет, как и прочее. А вы поставьте боевых офицеров первыми замами губернаторов. И в случае уже будет... Ну, это же сейчас скрыть удар невозможно, да? Если будет это, значит, вся эта власть, военное положение переходит к этим комиссарам. Или как мы их назовем? Главы военно-полевых администраций. Понимаешь? То есть тогда нынешний глава администрации, он обеспечивает вот эту как бы инфраструктурную деятельность гражданскую, а глава военной администрации, там это должны быть боевые майоры, подполковники, полковники, может генералы, которые принимают участие в боевых действиях на Восточном фронте, они должны Черниговской области, в Сумской области, в Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Львовской области, в южных этих, восточных областях, Харьковская область, Николаевская, Херсонская, по всему периметру должны быть эти военные стоять. И на них надо замкнуть вот эту территориальную оборону. Понимаешь? И сразу, они должны уже все быть расписано, пакеты, куда собираются, как группами, кто командир подразделения, куда идут, где встречаются, оружие должны сразу получать, боекомплект, все прочее, все должно быть готово. И главная цель приграничных групп развернутых сразу наносить удары по территории Московии. Захват Воронежской атомной станции, захват Курской атомной станции, захват нефтеперерабатывающих заводов, захват химических предприятий, захват маленьких городов, перекрытие дорог, остановка транспорта, ликвидация всех карательно-полицейских структур на территории взятых под контроль городов, установление, сразу назначается комиссар города. Зеленский, тот человек, который, как верховный главнокомандующий, готов на, ну, давайте, может быть, не прямо такие, но подобные шаги? Ну, как, я не знаю, мы увидим, готов, не готов, время покажет. Но надо это делать. Если он не будет делать это, значит, никогда и готов не будет. Так не бывает, чтобы человек был сразу раз вот такой. Давайте масштабируемся. И еще один вопрос от меня. 31 число США затребовало Совбез ООН заседание. До этого, и, ну, вот во время там разговора, там, Байден Зеленский, китайцы отреагировали непосредственно на ситуацию эскалации вокруг Украины и отношения, да, вот ответ Запада в Москве, мол, нужно понять, принять Россию, ну, фактически поддержали Кремль. что после 31 числа изменится на геополитической арене? А ты знаешь, вот это пришел к вам, когда шел, ну, смотрел свои архивы, свои, и такой прекрасный журнал когда-то был, Евроатлантика. Вот это, ну, и я с ним очень много сотрудничал, и Тарасюк Борис, там был главный, этот, как бы, тот, кто его вел. Это 0,4 номер 2011 года, представляешь, 10 лет назад. И вот моя статья. Кто гарант национальной беспеки? И тут я как раз пишу про то, про цивилизации пишу, про вот конкуренция цивилизаций, где говорю, что китайская цивилизация, нам не товарищи. Про армии пишу, все описываю. Почему? Ну, потому что она враждебна Украине. Она коммунистическая, в основе ее лежат бандитские образования, триады, духовная парадигма у них совершенно другая. Мы являемся европейским христианским государством. Мы созданы государством на европейских христианских ценностях. Я уже не говорю там про расу, про все, то там буду сейчас сразу мне про политкорректность начну там что-то бахать. Но, то есть, это чужая для нас страна. У нас с ним не может быть ничего общего, никакого одного пояса, ни одного пути. Я уже сколько лет твержу, вот одиннадцатого года, давайте признаем Тайвань. Я еще был советником у Кучмы, у Кравчука. Я уже тогда говорил, давайте Тайвань признаем. Потому что ж было два Китая. То есть, Тайвань, настоящий Китай, там была гаминдановская власть, Чанкайши и все прочее. И тогда бандиты, которые взяли вот это название коммунистической партии. Один из главных бандитов, это Мао Цзэдун, да, сделал этот так называемый северный этот поход. Вот, пошел типа, поддерживали его тогда коммунистический интернационал, коминтерны, Сталин лично. Послали туда людей, все вооружали, обучали его армию и так далее. И тогда Запад, штаты не поддержали Тайвань. Ну, вернее, Чанкайши и Великобритания. И поэтому Чанкайши гаминдан проиграл. То есть, законное правительство проиграло. Потому что их тоже предали. А Сталин не предал своего бандита Мао Цзэдуна, сельскохозяйственного бандита, бандючка. Вообще, без роду, без племени. Там вообще непонятно, кто там его папа и так далее. Понимаешь? А теперь труп его, мумия лежит в городе мертвых в Пекине. Ульянов Бланк, Ленин, бандит, лежит на Красной площади. Это видно, каждый Путин ходит, каждое утро с ним в десна целуется. А Цзэпин с Мао Цзэдуном советуется. Понимаешь, они же одинаковые. 31 января. Если в без ООН. Будет, да? Тогда все будет понятно. Ну, уже Китай принял решение. Он поддержит Московию. Он поддержит Московию. Поэтому надо четко сказать им, ребята, вы гаранты нашей целостности. Вы нас предали. Но надо делать то, что Литва сделала. Вот я выступал сейчас. Надо признать Тайвань. Надо бить. Надо бить. Не надо защищаться. Впереди лучшая защита нападения. Признайте Тайвань. 93% чипов, на которых все работает, в мире, производится на Тайване. Лучшие университеты мира в Тайване. Там столько бабла, что хватит, они ходят, мучаются. Да Тайвань спокойно может 100 миллиардов евро сейчас дать Украине. Признайте. Плюс у них прекрасная армия. У них отличные инструкторы. И не надо там у кого-то что-то просить. Они сюда оружие поставят. Но начните действовать. На Донбассе нужно начинать действовать. Не надо. Там бессмысленно действовать. Уже бессмысленно, понимаешь? Надо просто сказать, кто считает себя гражданином Украины, пожалуйста, переедьте в материковую Украину. Кто не взял московский... Про территорию это можно забыть. Ну нет, не забыть. Как это забыть? Просто надо понимать. Мы можем, мы в одиночестве, как страна. Нас никто не поддерживает. Мы можем сейчас начать освобождение. Ну реальную войну, да? Города освобождать. Нет, не можем. Ну будем реально говорить. У нас есть ракеты земля-воздух. У нас есть ракеты, которые долетят до Москвы, до Санкт-Петербурга. Да даже до Воронежа. Реально, нет. У нас нет такого. У нас есть авиация? Нет, практически нет. То есть мы можем, да, мы можем освободить Донецк, Лугранск, эти города мы можем освободить, но по нам будет сразу нанесен массированный удар основными континентальными российскими силами и белорусскими. то есть, ну реально сто шестьдесят тысяч армия стоит. Батальоны и группы вокруг Украины. Они стоят. То есть мы можем, да, эту территорию зачистить мы можем. И Крым мы можем освободить. Ну не всю часть, но дойти, скажем так, до Джанкоя мы можем. Но дальше что? То есть мы на сегодняшний день еще не готовы выдержать тотальную войну с Москвой. Если бы нам дали ракеты и Великобритания, и Штаты средней дальности с ядерными боеголовками. С ядерными прям? Ну конечно. А то это единственное, что может этого кремлевского трупа остановить. А что его может остановить реально? Вот если бы они были размещены в восточной части и северной части Украины, и время подлета до Москвы, до Санкт-Петербурга было бы четыре минуты, то тогда бы это, там бы вся эта шушера кремлевская, конечно бы она по-другому себя вела. А нам не дали. У нас нету этого. Нам даже Стингеры не дали, Петриот не дали. Понимаешь? Нам же не дают. Над нами издеваются. Германия над нами издевается. Каски дает. Подушки пусть еще дадут. Матрасы. То есть фактически нас предали. И то, что там Байден кричал, то есть Байден предлагал Украине сдать территорию. Коммунистический Китай, он четко стал на сторону Путина. Ну хорошо. Но это обнажилась его суть. Что это для штатов очень... Мы как момент истины. На нас можно правду узнавать. То есть все четко сомкнулся бандитская Московия, КГБская, Чекистская, сомкнулась с бандитско-коммунистическим концлагерным Китаем, где людей режут живьем на органы тибетцев и уйгурцев, где так борются типа с этим китайской заразой, что сделали обыкновенные такие боксы, это как фактически тюремные камеры, и туда людей загоняют пачками. Миллионы людей размещаются в боксах, типа борются за их здоровье, с пандемией. Да Синдзепин, возьми сядь в бокс со своей женой, возьми своих детей посади туда, все политбюро туда посадите, и боритесь там с этой своей заразой. А он миллионы китайцев туда посадил. То есть китайцы превратились просто в рабов. Китайцы стали концлагерной пылью. Нам один пояс, один путь с ними не нужен. Пошли вон. Ты хочешь, вы хотите так жить, живите. Вы хотите быть в концлагере, вы хотите иметь клеймо зверя. Пожалуйста, как в откровении от Анна Богослова, не купить, не продать, кто не имеет числа зверя, на лбу или на ладони своей, на руке своей. Пожалуйста, вот вам уже, вот уже все, что было написано. Кто не имеет QR-кода, никто. А какая разница, QR-код, номер, это концлагерь. Это сталинско-гитлеровские концлагеря, тюрьмы. Там тоже всем, пусть евреи вспомнят, как они все с номерами ходили, и желтой звездой Давида. Это желтая звезда Давида не QR-код был. Поэтому они пусть очнутся, хоть что-то, там, Нуланд этот, Блинкин. Они что делают? Поэтому, ну, тут все ясно, Китай нас предал. Но это было понятно. Я благодарю вас за эту беседу. Напишите, что вы думаете по всему этому поводу в комментариях. И будьте так любезны, подпишитесь на Политеку онлайн. Нас скоро будет 500 тысяч. Для нас это очень важно, чтобы и вы были в их числе. Увидимся и до скорого.